Ну и рыбы. В феврале рыбам стоит чаще прислушаться к своей интуиции, так как многие решения придется принимать не просто и быстро, а просто молниеносно, я бы так сказал. Просто нужно быть очень ушлым, быстрым, на чеку все делать. Успех и поддержку ищите у друзей и партнеров. Нельзя сказать, что для вас супер классный месяц и все должно быть тип-топ. Вы более-менее ровный такой плюс-минус. Близкие и родственники будут добрые к вам все-таки в феврале месяце. Можете на них рассчитывайте. Откройтесь для сотрудничества полностью. Хотя вы закрытый знак зодиака, но это вот такой момент в вашей жизни. Февраль месяц, когда вы можете полностью раскрыться. Благоприятные дни для вас. 2, 9, 16, 22, 24, 28. Неблагоприятные. 4, 8, 13, 18, 19, 25. В плане карьеры в феврале на работе многое будет зависеть от коллектива, в котором вы трудитесь. На пути тех рыб, которые приходится плыть против течения, возможно, некоторые сложности. Хотя безнадежное положение не назовешь. Чтобы добиться профессиональных успехов, в этом месяце вам придется трудиться с удвоенной, а может даже и с утроенной силой. Вам нужно будет максимально использовать свой опыт, знания. Любым рекомендуется в феврале быть сдержанных вопросов финансов. Старайтесь не тратить время и деньги на шопинг. Полезные и нужные приобретения вас ожидают в ближайшем будущем. Я бы так сказал уже где-то с марта месяца более-менее будет приятно. В плане личной жизни в феврале вам ничего не должно быть плохо. Она не должна принести вам огорчения, а напротив добавят некую степень гармонии. Этот месяц может показаться многообещающим для тех, кто хочет встретить своего близкого человека. Очень полезным окажется общение с детьми и людьми, не утратившими наивности и веры в чудо. Именно они совсем бескорыстны и непреднамеренно поддержат вас. Именно поддержка очень важна для вас в этом месяце. В плане здоровья в феврале во многом зависит для вас от вашего взгляда на жизнь. Главное не уходить в дурман алкоголя, наркотиков и прочих психоделических средств. Если вы в состоянии активно работать, то будете в хорошей форме. Однако, лишившись воли и обстоятельств возможности проявить себя, вы можете впадать в лень и плыть по течению в этом месяце. В вялостнике может возникнуть апатия. Можете вставать чрезмерно, придаваться всякого рода удовольствиям и тем самым можете быстро истощить свои силы. Поэтому это лучший месяц для вас, чтобы заняться спортивной активностью, записаться в спортзал, либо бегать интенсивно, либо ходить пешком на многие километры. И тогда это тем самым может переломить вас и от вас отвяжется всякая ворода апатия, хандра. И вы можете чувствовать довольно-таки себя успешно. Субтитры создавал DimaTorzok